Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя Огородная Азбука. 9 июня. Как и обещали нам, две недели дождей. Вот сегодня ночью был такой ливень, все промочила. И я вот вышла в эти ряды. Это так хорошо, что хоть немного нас смочило. В это время можно заняться прополкой, потому что я все прополки делаю только по влажному грунту. Вы видели, какая у нас была сухая земля, потрескавшаяся. И даже травинку невозможно было оттуда вытянуть. Сейчас сразу тут же вспомнила. Отвечу на вопрос зрительницы, которая спросила. Я вот когда показывала обзор, там была как бы, а вот она, деформированная помидорка лопнувшая. И вот она спрашивает у вас, что помидоры начали трескаться от влажности. Да у нас засуха была два месяца, мы не знали, куда деваться. И я ответила, нет, это не от засухи. Вот смотрите, у меня вот таких вот несколько. Вы, наверное, видите, когда я делаю обзор на первой кисти. Но эти свои дефекты, эти томаты получили еще, когда стояли в рассаде, в самом-самом-самом раннем возрасте. Потому что это томаты у меня, оставшиеся от высадки в теплицу. То есть они, когда остались, они в стаканчиках уже зацвели, и уже у них началось оплодотворение. А они, ну как, завязываться начал плодик. А они стояли в это время на улице, потому что я не знала, то ли я буду их высаживать, то ли не буду. До открытого грунта их было бы сложно дотянуть. И вот в это время как раз был неблагоприятный период, и у них произошла деформация. В это время как раз и махровые цветочки появились на некоторых. Я вот про махровые цветочки на прошлой неделе сняла, тоже сегодня постараюсь выложить. И вот эти вот помидорки, как бы, это я тоже думаю, или от махровых цветков, как по два сросшихся. Они даже, это не треснутая помидорка, а две слепленных помидорки. Я вот смотрела, чаще всего это так. Сейчас пройдемся, посмотрим новости. Я как раз сегодня буду снимать про ошибки этого года, про вот несуразность какую-то этого года. Когда меня вчера спросили, что какие ранние у вас в первую очередь спеют, зрительница одна спросила. Я ей ответила, нынче какой-то сумасшедший год, все кувырком. У меня те ранние, те ультраскороспелые, которые должны были поспеть в первую очередь, они у меня даже еще не меняются в цвете. Хотя они и по срокам созревания, и по своим характеристикам должны быть в первых рядах. Но они почему-то у меня оказались на последнем месте. Я потом подробно специально видеоролик сниму. А Батяня, который, я вот вам все тут показывала, который, он не должен был спеть в первую очередь. Он вышел на первый план и обогнал скороспелок. А скороспелки, которые, я на них нынче обиделась, я им предоставила самое хорошее место, вон там самое светлое, все. Они какую-то красную дробь образовали и не спеют стоят, все. Ладно, я понимаю, ранние томаты, которые я выбросила на улицу, которые сидели тут при 3 градусах, при 6 градусах ночных очень долго. Пусть я все понимаю, может быть, они немножко стормозили, но те, которые сидят в теплице, вот они, они неблагодарные. Те, которым я отдала самые солнечные места, тут же вот было солнышко, почему-то они не поспели. А крупноплодные начинают созревать. Еще один парадокс этого года. Вот вчера, когда во время подкормок я показывала вот эти огурцы, они были такие вялые. И одна зрительница спросила, это вот это фуороцидозное увядание или как оно называется? Я говорю, нет, это у нас такая жара, у нас такие увядания ежедневные, потому что жарко на улице. Даже если когда солнца нет, все равно была температура выше 20 очень долго. И они каждый день увядают, потом утром опять возрождаются. Вот сейчас пока жары нет, я утром их обработала подкормкой калием. Они очень хорошие, зелененькие. А если прийти в обед посмотреть, можно подумать, что они все-все больные. Но это не так, они притворяются. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok